Поздравляем с победой! 4-0 за два матча. Второго круга забили дворя не столько, сколько за половину первого. С течением обстоятельств или все-таки действительно команда сыгралась, набрала обороты? Я думаю, во-первых, и то и другое. Истечение обстоятельств. Вроде бы мы неплохо стартовали, но даже по отношению к началу сезона мы сейчас в более хорошей форме. Несмотря на то, что очень много потерь у нас, много людей пропускали по карточкам, по состоянию здоровья. Мы все равно были цельной командой, никто не выпадал. И, в общем-то, на протяжении всей игры считаю, что мы доминировали, правильно ее построили. И, в общем-то, она неплохая для нас игра. Было определенное качество. Мы не как молодежная команда играла, мы уже контролировали игру по-настоящему. Коллеги, Ваш вопрос. Юрий Викторович, а можно ли сказать о том, что Страна и Викторович Абайва в некотором смысле и мобилизовала и так мобилизованную защиту? Ну, пробил мало, действительно, только, наверное, Иванова, Тиксельщик. Ну, да, там ноль. А другие команды, наверное, не создали моментов, но какие-то удары все-таки были. Ну, скажу так, что мы действительно стабилизировали игру в обороне, не в защите, в обороне. Вот. Это заслуга всей команды и даже на уровне нападающих, то, как мы сейчас, насколько внимательны, насколько организованы, как мы выполняем определенные задачи по игре в обороне уже на уровне нападающих, мы правильно играем. Отсюда, ну, наверное, действительно сложно сейчас каким-то командам нам создать момент. Ну, хочу сказать, что, вот, знаете, у нас второй круг прошлого сезона, мы тоже, у нас было много матчей, где мы могли сыграть на ноль. Но, во-первых, что-то у нас прям засасывало в том сезоне, прям лишнее, ну, не знаю, вкручивалось, засасывало, куда-то вот влетало. И еще такие моменты были, они связаны с психологией. Если мы вели 2-0 там или какие-то 3-1, мы обязательно могли в конце позволить сопернику вернуться в игру. Фу, сейчас с этим лучше, но идеально я не могу сказать, потому что, ну, я для себя все равно отмечаю эпизоды, о которых надо разговаривать, и даже в тех, в той ситуации, когда счет был под контролем. Еще одно. Ну, это очень связано, что счет с тем, что мы не открыты только после течения, так, полчаса игры. Попрошу, сейчас у нас соперников, и не всегда давалось за счет, то, что там, атака скрывать. Знаете, у нас не просто вообще, как игры складываются с командами, ну, будем так говорить, не обижая никого, из нижней части таблицы, или которые, вот, как «Спартак», я не считаю их нижней части таблицы, но они, у них там, именно на эту игру были кадровые проблемы какие-то. И команды, которые, ну, прям очень низким блоком играли, вот, вскрыть их мы почему-то не могли. Не то, что там совсем уж моментов не было, но вот, именно вот на эти матчи у нас как-то, вот, какое-то определенное невезение, вот, вылилось, и эти матчи не получились. Особенно, наверное, это по игре с Краснодаром, потому что там нельзя было в ничью играть. Мы играли с преимуществом в том матче, вот, а в итоге даже, когда поняли, что в ничью играть нежелательно, раскрылись и получили второй гол. Ну, не знаю, с чем это связано, хотелось бы, чтобы мы всегда забивали, но я скажу, что в этот отрезок игры, ну, момент, полумомент у «Факела» со стандарта был, я его помню, мы будем разговаривать, поэтому сказать, что мы совсем уж там играли безукоризненно, я вот даже не хочу, чтобы в эту сторону разговор шел, потому что у нас нам много над чем надо работать, и мы собираемся работать будем так. И еще вопрос. Игорь Иванович, победы, очень сильная командная игра, однако в глазах осталось то, что в двух киперах только один уверенность, и ногами, то есть еще что-то, то есть теряяй темп именно в развитии, когда я тоже брал в ничку, или, если получал назад мяч, то есть не было бы никак. Ну, будем говорить так, когда в руки брал, точно темп не терялся, в этом плане он чувствует игру и старается ее ускорить, он понимает, что надо делать. Какие-то ситуации, связанные с недостаточно качественным выносом, ну, наверное, вратари, там, Барселоне, Манчестер-Сити, там, Алисона и так далее, там, они лучше играют ногами. И Ваня Ломаев сыграл для себя неплохой матч, потому что мы его можем оценивать не только потому, как он несколько раз развил атаку, там, может быть, неудачно, у него очень неплохо несколько раз и продолжил он, плюс он качественно руководил обороной, и, в общем-то, знаете, это не самые простые матчи, когда у твоих ворот немного моментов. Вратари иногда, наоборот, любят быть в тонусе, вот, тренеры не любят, когда команда их в тонусе, когда там много, вот, не считаю, что он какой-то, ну, там, прям вот, явно выпадал в этом плане, но мы будем прямо говорить, что у каждого есть свои сильные качества и слабые, вот, он, как Алисона, никогда не будет, но он для себя точно почувствует, что он должен делать на поле, что он может делать надежно, что нет, и если вы посмотрите на игру Акимфеева, которая традиционно считается очень хорошо играет ногами, вот, но это не игра такого плана, как требуется в таких многоконтролирующих мяч-командах, вот, какие я перечислил, он просто знает, что он умеет, и надежно этот мяч выбивает или развивает атаку через простые передачи, мало-мальского риска он вообще не допускает, он сложился как футболист, он уже знает, что он должен делать, что не должен, и это, ну, как бы направление, ну, чем быстрее, допустим, Ваня поймет, что он должен делать, что не должен, в каких ситуациях, как играть, вот, тем будет выше его уровень и выше качество его игры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова